МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неблагоприятные метеоявления. Социальные сети на этой неделе пестрят сообщениями об ураганном ветре, порывы которого местами достигали 20 метров в секунду. А люди жгли сухую траву. И никакие предупреждения МЧС им не были помехой. Сильный ветер разносил огонь со страшной скоростью. Город затянулось серым дымом. Брандмейстеры выезжали на тушение поймы ОКИ десятки раз. Только за март месяц огнеборцы совершили более 250 выездов на поля. Огонь подходил к жилым многоэтажкам, к припаркованным автомобилям, к детским площадкам. Казалось бы, такая мелочь, как непотушенный, невнимательным товарищем окурок или брошенная спичка стали причиной настоящего бедствия. Одна из основных причин загорания сухой травы – это неосторожное обращение с огнем. Зачастую люди, просто не задумываясь о том, что брошенный, непотушенный окурок или неправильное сжигание мусора на придворовых территориях приводит к пожарам, впоследствии приводит к тому, что сгорают вместе с этой листвой, с этой травой, сгорают и их дома, и придворовые строения. Даже, как правильно сказали, неосторожное обращение с огнем, оно влечет за собой ответственность. В любом случае, даже уголовным кодексом предусматривается такая статья, как, будем так говорить, причинение крупного материального ущерба в случае, если нарушение требований безопасности – это одна статья. И еще есть уничтожение, проведение имущества, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем. То есть, я как и сказал, что даже неосторожное может повлечь с собой именно уголовную ответственность. Для своевременного реагирования на загорание в пожарных подразделениях заступили на дежурство резервные караулы. Таким образом, противопожарная группировка была увеличена почти в два раза. Пал травы стал причиной десятков возгораний жилых домов. За прошедшую неделю пожарные подразделения Рязанской области принимали участие в тушении 16 пожаров. Огнем уничтожено и повреждено 22 строения и одна единица техники. Спасен один человек. И, к сожалению, на пожаре в городе Михайлов, который произошел 24 марта, погиб 55-летний мужчина. Наиболее крупные пожары у нас произошли это в Михайловском районе, где в результате пожара 29 марта огнем был уничтожен блок деревянных хозяйственных построек площадью тысячи квадратных метров. На пожар выезжали и принимали участие 4 пожарных автомобиля и 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы. И в деревне Севель, Шадского района, где, по предварительной информации, из-за попадания искры от бензопилы загорелся дом. Опять же, быстрому распространению этих пожаров способствовала та погода, которую мы имеем на сегодняшний день. Двое ребят, Миша и Лева, живут в поселке Ворские. Казалось бы, обычной подростке 13-14 лет. Но на деле оказалось, эти мальчишки куда более ответственны и смелы, чем многие взрослые дяди. Ребята, прогуливаясь после школы по соседнему поселку, заметили черный дым. Любопытство привело их к настоящему пожару. Глядя на выжженное поле, страшно представить, какой опасности подвергли себя эти мальчуганы. Мы просто пошли гулять. И когда вышли из дубовки, мы увидели пожар. Мы подбежали, начали... Сначала просто думали, что так, это не страшно. А потом начали... Ну, подбежали, начали тушить. Тушили его с одной стороны, думали, через канал он не пойдет, и пошел к лагелам. И как бы он нас обманул, как-то перелетел, развернулся в обратную сторону, пошел. Подручными средствами смельчаки начали борьбу с огнем. Пламя, между тем, было достаточно высоким. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, ребята позвонили профессионалам своего дела. На место прибыли два пожарных расчета, до приезда которых мальчики боролись с огнем. Вы только задумайтесь, при помощи пластиковой бутылки и детского трехколесного велосипеда. Когда поняли, что своими силами не справимся, мы позвонили в пожарную службу. Они через минут 10-15 прошло, они приехали. И все затушили. Вы им помогали? Да. А чем помогали? Так же? Ну, нет. Мы помогали как бы вручную, своими средствами, палками. Ну, чем попало. Землей, водой. Да. Узнав о том, что сделали ребята, их родители сначала, конечно, очень испугались. Ребята, а не страшно было за себя, чтобы покалечить? Нет, нет. Совсем не страшно? Вообще. Как родители, что сказали? Ну, сначала испугались, а потом уже как-то начали гордиться. Что сказали? Ну, как бы зачем доходили, сначала накричали, а потом уж как бы порадовались за нас. Ну, как всегда. Да. Сейчас управление МЧС нам обещало написать благодатственную, как бы, бумагу. Ну, вы не надумали пока спасательницами? Нет, я вот, сейчас пока в восьмом классе. Через год думаю либо на пожарника, либо на МЧС пойду. То есть, понравилось тебе, да? Задумался об этом? Да. Я пока еще сам не знаю, куда я пойду. Я сейчас в седьмом классе. Не знаю, честно. Классный руководитель Миши Елена Николаевна своим воспитанникам очень гордится. Еще бы. Разве не может не радовать то, что воспитательная работа, в которую преподаватель вкладывает всю душу, не пропадает даром, а даже наоборот, приносит положительные плоды. Мальчики, я знаю, серьезные. Если что-то, где-то случается, вот такое ЧП, они в стороне не останутся. То есть, они помогут. Они и в школе хорошие помощники, как к классному руководителю. Можно попросить, обратиться, всегда выручат. То есть, ребята положительные, ну, во всех смыслах хорошие мальчики. Вот гордитесь? Я горжусь тем, что, когда я узнала, я пришла в понедельник, в субботу это было, да, как мне сказали, в понедельник в школу, мне дежурный учитель говорит, звонили, что Миша ваш на восходе ушел пожар. Я, конечно, сначала очень испугалась, как там, что с ним. Мне сказали, все в порядке, он и сам здоров, и помог до пожарников погасить. Я, правда, Миша, очень горжусь тобой, потому что другой бы растерялся. Огонь, стоял дым, говорят, чернота была видна из нашего поселка туда, до Красного восхода. Совсем юные, уже герои. Не пример ли это для нас, для взрослых людей? Несомненно, повод, чтобы задуматься над тем, чтобы стать более ответственными и мыслить здраво. Не поджигать сухую траву, гасить свои же окурки, не оставлять костры без присмотра. Да, собственно, все мы и без чужих нравоучений знаем правила противопожарной безопасности. Только вот почему-то не всегда их соблюдаем. Не каждый взрослый готов безоглядно броситься с подручными средствами на борьбу с пожаром. Никогда сами не разжигайте костры, будьте смелыми, всегда приходите на помощь, если кто попросит. Удачи всем. Вспомните 2010 год. Вспомните, как до тла сгорели передельцы, соседние деревни и села, как сотни семей остались без крова, как Рязань затянул густой дым и как люди в нем задыхались. Вспомните и задумайтесь о том, что история может повториться с вашей легкой руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова